Несмотря на дождливую погоду, на примеру в цирк пришли все те, кто не пропускает новогоднюю цирковую сказку. Как и положено, зрители встретили Дед Мороз и Снегурочка, и зал погрузился в настоящее цирковое шоу. Вернее сказать, не погрузился, а замер, ведь под куполом цирка свое мастерство без страховки демонстрировали воздушные гимнасты. Удивительный по красоте и сложности полет отмечен специальным призом на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Уникальные трюки, захватывающие акробатические номера, грациозные помы, забавные обезьянки. Все это настоящий советский цирк. Название говорит само за себя. Советский цирк был далеко известен за пределами нашей страны. Нынешние номера в традиции тех времен. Дети, конечно, больше всего любят, когда на арену выходят животные, которые умеют делать необычные трюки. Вот дрессированные пони с четвероногими наездниками, которые могут еще играть в футбол. Здесь целая футбольная команда собак. А символ нашей страны медведь умеет париться в бане в компании со своим дрессировщиком Константином Бессоновым. Аплодисменты, улыбки хорошие, впечатления цирк – это всегда радость, восторг, особенно накануне Нового года. Там смешно, весело. Мне нравятся дрессированные больше животные и гимнасты. Мне понравились номера. Я последний раз в цирке была лет, наверное, 10, если не 15 назад. И мне кажется, что вот мои воспоминания, вот я себе так и представляла советский цирк. Впечатлил сочинцев сложный по воплощению номер и корейские игры, занесенные в книгу рекордов Гиннесса. Кстати, он входил в цирковую программу во время проведения зимних игр 2014 года. В течение всего представления зрители смешили и удивляли своими фокусами клоуны. Ну а в финале программа отрабатывает на подгибных досках под руководством народного артиста России Вячеслава Черниевского. Настоящий советский цирк будет радовать сочинцев до 10 января. Елена Афтецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.